МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко. И Елена Шмелева, вы смотрите программу День веков хронограф. Сегодня 8 января. Мы расскажем о событиях, произошедших в 20 веке. 8 января 1894 года в Польше родился Раймунд Кольби, священник-францисканец, добровольно пошедший на смерть в Освенциме ради незнакомого ему человека. Раймунд Кольби появился на свет в польском городе, находившемся тогда на территории Российской империи. В 1907 году он и его старший брат Франтишек решили вступить во францисканский орден. Они нелегально перебрались через русско-австрийскую границу и поступили во францисканскую семинарию, находившуюся в то время во Львове. В 1910 году Раймунд вступил в орден францисканцев и получил монашеское имя Максимилиан. Вскоре он был направлен в Рим, где изучал философию, теологию, математику и физику. В 1915 году защитил диссертацию и стал доктором философии, а в 1919 получил докторскую степень по теологии. Во время учебы в Риме он решил посвятить себя проповеди христианства в современном мире, используя для достижения этой цели последние достижения науки и техники, в первую очередь технологии массовых коммуникаций. Христианская вера, считал он, должна проповедоваться прежде всего в тех местах, где формируется общественное мнение, а оно формируется при помощи средств массовой информации. В 1918 году Кольби был рукоположен во священника и вскоре вернулся в теперь уже независимую Польшу, где принялся активно проповедовать. Вскоре неподалеку от Варшавы на совершенно пустом месте он основал огромный монастырь Непоколонов, что в переводе с польского означает «монастырь непорочной девы». В состав огромного монастырского комплекса входили редакция, семинария, радиостанция, оснащенная новейшим оборудованием, типография, железнодорожная станция, автостоянка, пожарная команда, склады, сапожные, столярные, швейные, слесарные, мастерские и даже небольшой аэродром. Суммарный ежедневный тираж выпускаемых в Непоколонове газет составлял 230 тысяч экземпляров, а общий тираж ежемесячно выходящих журналов свыше одного миллиона. Каждый монах был обязан овладеть хотя бы одной гражданской специальностью, благодаря чему в монастыре были свои летчики, машинисты, наборщики, журналисты, радисты, водители, столяры, слесари, портны. Мечтой святого Максимилиана было создание подобных монастырей в каждой стране, поэтому в 1930 году он отправился с миссией в Японию. В стране восходящего солнца Максимилиан основал японский Непоколонов на окраине Нагасаки. В Японии этот монастырь стал одним из самых известных католических монастырей. После того, как фашистская Германия вторглась в Польшу, монастырь Кольби стал прибежищем для тысяч беженцев, в том числе и для евреев. 17 февраля 1941 года Кольби был арестован в гестапо и заключен в варшавскую тюрьму, а затем отправлен в Освенце. После побега одного из узников фашисты приговорили к голодной смерти 10 человек. Когда один из приговоренных заплакал и сказал, неужели я больше не увижу жену и детей, что же теперь с ними будет, Кольби вышел из строя и предложил свою жизнь в обмен на его. За свою подвижническую жизнь и мученическую кончину Максимилиан Кольби был канонизирован католической церковью в 1982 году. 8 января 1919 года генерал Антон Деникин был назначен главнокомандующим вооруженными силами Юга России. До октября 1917 года Деникин был российским военным деятелем в чине генерал-лейтенанта. В ходе Первой мировой войны командовал стрелковой бригадой и дивизией, а также армейским корпусом. С апреля 1918 года был командующим, а с октября главнокомандующим Добровольческой армии. С 8 января 1919 года стал главнокомандующим вооруженными силами Юга России, включавшими в себя Добровольческую и Донскую армии. Позже также Кавказскую армию, Черноморский флот и другие формирования. Имея 85-тысячную армию, материальную помощь Англии, Франции и США, Деникин вынашивал планы взятия Москвы. Воспользовавшись тем, что главные силы Красной армии воевали против Колчака, Деникин уже весной 1919 года отправил в наступление Добровольческую армию. В октябре он взял Орел и угрожал Туле, однако оставшиеся до Москвы 200 верст Деникин преодолеть так и не смог. 8 января 1940 года в Англии были введены карточки на сахар. Дело в том, что мировые войны 20 века вызвали резкое обострение дефицита ресурсов в странах, вовлеченных в противостояние, а также привели к усилению государственного сектора экономики и к активному вмешательству власти в дело снабжения, которое до этого регулировалось рынком. Лишь немногие из воевавших государств избежали введения карточек. Принципы, на которых основывалось распределение продуктов и товаров, были едины как в России, так и в Англии. В первую очередь снабжалась армия, которая находилась на пайковом довольствии. Карточки были призваны ограничить потребление продуктов гражданским населением. Карточная система появлялась, как правило, по инициативе органов местного управления. В 1940 году на сахар в Англии выдавались карточки. Однако больших очередей не было. Норма сахара считалась очень маленькой, и любители сладкого чая стали обменивать его на другие продукты или покупали унеслостен. В те годы жизненный уровень англичан, как они сами говорили, резко упал. Средняя семья тогда жила очень скромно, а по сравнению с американцами британцы хуже питались, хуже одевались, и очень немногие из них могли себе позволить траты на культурные нужды. 8 января 1944 года советские войска 2-го Украинского фронта освободили от фашистов Кировоград. В начале января начались упорные бои. Фашисты ожесточенными контратаками пытались отбросить советские части от окраин города. Две колонны вражеских танков и автомашины из Новой Николаевки и района Пятихаток подходили к Обозновке, стремясь оказать помощь окруженной группировке немецких солдат. Чтобы остановить и дезорганизовать их движение, с аэродромов поднялись советские эскадрильи штурмовиков. Первую «семерку» Ил-2 повел один из наиболее опытных летчиков 292-й штурмовой авиадивизии, командир эскадрильи 667-го авиаполка, капитан Компаниец. Несмотря на туман, экипажи обнаружили к юго-западу от Кировограда неприятельские танки и автомашины с пехотой. Нанесли бомбовый удар, а затем с бреющего полета начали расстреливать гитлеровцев пулеметно-пушечным огнем. За один вылет группа Компаниец уничтожила 5 танков, 10 автомашин и около двух род пехоты. Вскоре над полем боя появилась вторая «семерка» Ил-2, которую вел командир эскадрильи этого же полка капитан Красота. За 20 минут самолеты произвели 4 захода и уничтожили 16 автомашин с пехотой. Кстати, в этом сражении участвовало и большое количество советских новобранцев. Вот несколько строк из воспоминаний одного из них, новобранца Хузи Нереевича. «Приучать к войне и ее последствиям нас, новобранцев, начали сразу. Заставили собирать оружие из рук убитых. Тогда я такого насмотрелся. Ненависти к фашистам во мне стало еще больше». В то время в дивизионных газетах писали о том, что каждый советский солдат должен убить не меньше 4-10 фрицев. В связи с чем солдат-новобранец писал «Мы, молодые, стремились в бой. Я боялся, что меня убьют, а я так и не уничтожу ни одного немца». И надо сказать, что Нереевич эту норму не просто выполнил, а даже перевыполнил. Он доблестно воевал в пехоте и был автоматчиком. Но вернемся к битве. Благодаря поддержке штурмовиков наземные войска отразили все контратаки неприятеля. Перешли в наступление. И 8 января освободили Кировоград. 8 января 1964 года президент США Линдон Джонсон объявил войну бедности в стране. В 1960-е годы Линдон Джонсон, на которого наседало общественное мнение, требовавшее решительной борьбы с нищетой и предоставлении всем равных прав, объявил о начале строительства великого общества. С его точки зрения, лучшим способом решения проблемы бедности были крупные правительственные программы, по которым государство просто раздавало деньги своим нуждающимся гражданам. В своем обращении о состоянии Союза 8 января 1964 года он сказал, «Эта администрация сегодня, здесь и сейчас объявляет безусловную войну бедности». В короткое время было принято 207 соответствующих законов. В то время как расходы США на оборону с 1949 по 1979 год возросли в 10 раз, расходы на социальные нужды выросли в 25 раз. Тогда произошло крупнейшее в истории США перераспределение капитала, что вызвало сильный перекос в рыночной системе. В результате самая претенциозная программа в истории США окончилась крахом. Бедность не уменьшилась, а неграмотность возросла и резко увеличилось число иждивенцев у бюджета. Ну а сам Линдон Джонсон, ввиду провала своей политики, предпочел не баллотироваться на второй срок. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков. Хронограф». До скорой встречи!